Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Наконец-таки мы дождались среды и понимаем то, что сегодня как раз начинается публикация важных фундаментальных релизов, которые могут задать приличный тон движения американского доллара. Напомню, сегодня протоколы, завтра отчет по инфляции индексу потребительских цен и в пятницу данные по промышленной инфляции в США и индексу цен производителей. Поэтому, друзья, скучать не придется. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Нужно контролировать риски. Еще раз оцените ваше представление по тем инструментам, которые составляют основу вашего портфеля. Сопоставьте вашу точку зрения с, например, моей точкой зрения, с мнениями других аналитиков. Добавьте технический анализ, психологию, данные сантимента. А маркетс – это тоже очень хороший подсказчик. И, соответственно, получится уже объективное решение по тому, что делать с инструментами. Ну а мы продолжаем анализировать фундаментальный фон и в связи с этим смотреть на то, как могут меняться рыночные настроения. Перед выходом протоколов заседания ФРС, который, мы ожидаем, в 18.00 по GMT, в 14.30 по GMT будет опубликован отчет от администрации антической информации по запасам нефти США. И еще уже после выхода протоколов в 22.00 состоится выступление Мэри Дэйли, представителя американского регулятора. Индекс доллара текущей котировки 102.30. Не сильно изменилась ситуация с вчерашней торговой сессией. И это связано с тем, что рынку нужно дополнительное фундаментальное топливо. Мы ждем протоколы. Если сделать отсылку на последнее выступление Паула, получается, позапрошлый понедельник на экономическом форуме в Нэшвилле, там он ясно дал понятно, что в текущих условиях нет какой-то особой целесообразности и вообще нет целесообразности, чтобы снижать ставку сразу, повторно, снова на 50 байсных пунктов. Поэтому более логичным шагом действия американского регулятора может быть более скромное снижение на 25 байсных пунктов. Тогда, собственно, это заявление было сделано до выхода данных по нон-фарм фэрл. Сейчас мы уже знаем, с какими цифрами мы работали по нон-фармам, знаем, как изменилась ситуация на американском рынке труда в сентябре. И, полагаясь на инструмент FedWatch Tool, сейчас понимаем, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов равна нулю. Рынок почти с 90% вероятностью закладывается под снижение ставки на 25 байсных пунктов. 10%, которые остались, это как раз те, кто считает, что ставку нужно вообще не трогать. Ну, в данном случае здесь меньшинство, я думаю, очевидно, неправо. И, соответственно, мы можем опустить этот момент и сказать, что в текущих условиях, вот если картина сильно не изменится, да, 100% того, что американские регуляторы снизят ставку на 25 байсных пунктов. Что мы ждем от протоколов? Я очень надеюсь, что все-таки они простигнализируют нам о мнении большинства чиновников ФРС о том, что нужно войти в какой-то цикл послабления экономической политики, снижения процентной ставки, которая продолжится и в первом квартале. Может быть, уточним по точной диаграмме, что происходит касательно мнений. Но американский регулятор, друзья, все равно будет дальше снижать ключевую процентную ставку. После данных по инфляции, которые мы будем анализировать завтра, есть вероятность того, что мы увидим подтверждение дезинфляционного тренда, потому что по прогнозам ожидается снижение показателя с 2,5% до 2,3%. И по идее снижение инфляции – это как раз еще один столб для принятия решения вкупе с американским рынком труда относительно того, что доллар будет не слаб. То есть снижение инфляции и слабый рынок труда – это всегда причина ослабления курса американского доллара. Я почти уверен, что в этот раз ситуация не будет иной, если только мы не увидим сюрпризы по индексу потребительских цен. Хотя я видел в комментариях относительно того, что есть точки зрения, что цены на нефть выросли, и они могут простимулировать рост и индексы потребительских цен. Здесь ремарка, друзья. Когда цены на нефть растут, влияние на инфляцию происходит не сразу, а со временным лагом примерно в 2-2,5 месяца. Поэтому тот рост, который был зафиксирован в последнее время, мы его дождемся, если, конечно же, котировки нефти не откатят, в качестве отклика на показатели инфляции только лишь в самом конце этого года, либо даже в начале следующего. И в этой связи делаю вывод, что пока нет предпосылок для того, чтобы инфляция в Штатах снова выходила на новые локальные максимумы. Я сторонник долгосрочного подхода по торговле индексу доллара и жду, как и раньше, дальнейшего снижения. Золото 2,617. Вот здесь, конечно же, не оправдались ожидания. Хотя жаль, учитывая, как долго мы были в периоде консолидации. Но вот, к сожалению, выход из этого периода последовал не в рамках возобновления к прежнему восходящему трейдеру, обновлению исторических максимумов, а уход к новому локальному минимуму. Изменился ли сантимент? Он начал, друзья, меняться. 65% трейдеров сейчас в длинных позициях. Это, конечно же, больше, чем та часть трейдеров, которые сейчас остаются в коротких позициях. Но это еще не то идеальное представление о толпе, о котором мы говорим, когда значение по сантименту становится 70-30. Я внимательно буду наблюдать за тем, что происходит сейчас, потому что я хочу использовать данные сантименты, чтобы открыть очень правильную сделку. Мы сейчас не видим какой-то новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поэтому котировки золота несколько оступились на вот этом фоне локальной неопределенности. Поэтому ждем, следим за новостным фоном и смотрим за сантиментом. Если сегодня в течение дня мы увидим, что 70% трейдеров, то есть толпа достигла вот этого показателя, окажется в длинных позициях, кто будет уместно шортить. Я смогу прокомментировать эту ситуацию только на следующем брифинге, но не дожидаясь моего следующего выступления, друзья, внимательно смотрите за сантиментом. Он доступен каждому клиенту компании Амаркетса. Рынок нефти в целом, чтобы далеко не отходить, раз уж мы затронули тему Ближнего Востока, откатил довольно сильно 77,50 текущие котировки. В Блумберг представили три сценария. Опять же, возьмите их на вооружение. Это если Соединенные Штаты Америки введут санкции против Ирана, тогда стоит ожидать рост цен на нефть на 10-15%. Если будет ответ Израиля, который придет к разрушению иранской нефтяной инфраструктуры, котировки вырастут на 20%. А если после этого последует еще и блокировка Ормсского пролива, который по сути является транспортным узлом для поставок 30% сырья, то цены могут вырасти на 40-50%. В любом случае, здесь акцент на то, что конфликт будет усугубляться. И если дело до этого дойдет, то, конечно же, нужно будет быть реалистом и признать, как отреагирует рынок нефти. Но я думаю, мы вернемся к вопросу, когда четко осознаем, что у котировок нефти в связи с этими событиями теперь только лишь одна дорога вверх. Но сейчас, опять же, сценарии вам даны. Подумайте, если, может быть, вы уже в длинных позициях по нефтянке и искали просто фундаментальное подкрепление для этой идеи. Доллар-франк 0,8580. Прежние установки на движение выше уровня 0,87. Объяснял, почему нужно сделать все Национальному банку Швейцарии, чтобы ослабить курс швейцарской валюты. Доллар-канадец 1,3660. Ждем данные по рынку труда Канады в эту пятницу. Если статистика разочарует, я думаю, что именно так она и будет, то, соответственно, у Маклима будет главой Банка Канады еще одно подтверждение на руках, почему нужно и дальше снижать процентную ставку, возможно, шагом даже в 50 базисных пунктах. Даже несмотря на то, что Банк Канады в этом году уже трижды снизил процентную ставку. И в этой связи к канадскому доллару будет не очень. Сейчас еще и котировки пошли, нефти вниз, тоже негативный фактор для канадского доллара. И целевая отметка 1,38 и, вероятно, даже движение выше. S&P 500 вырос, друзья, 5,790. Очень близко мы снова к историческим максимумам. Стартует сезон квартальных отчетов. Опять же, на этом точно мы на даже какой-то серии сильных показателей по акциям высоких технологий, высокотехнологичных компаний сможем добить до нового хайла. Но вопрос, увидим ли мы в этом сезоне квартальных отчетов 6 тысяч пунктов. Я остаюсь оптимистом по американскому фондовому рынку и верю, что этот рост будет неизбежным. Что касается других инструментов, пара евро-доллар 1,0965, есть локальный фундаментальный позитив. Это роничные продажи, индекс инвесторов, настроение инвесторов в Сентикс, которое снизило риски сохранения стагнации или продолжения стагнации европейской экономики. Есть долгожданный позитив по немецкой экономике, в частности, промышленное производство Германии выросло на 2,9% в месячном выражении, после августовской статистики снижение на 2,4% в июле. И хочу также отметить комментарий главы Центрального банка Австрии Хольцмана о том, что он не поддерживает идею дальнейшего снижения процентной ставки вот уже сейчас. Сейчас лучше сохранить осторожную позицию и отложить решение до конца этого года. Заседание Европейского Центрального банка 17 октября. Друзья, обязательно пишите в комментариях, какого мнения придерживаетесь вы? Снизит ли ЕЦБ ключевую процентную ставку? На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!